привет друзья сегодня опять пришла новая посылочка давайте распакуем вместе посмотрим что за интересные машинки здесь находится я подозреваю это три модели 18 масштабе ну что начнем наш обзор этих машинок здесь должно быть а вот я уже вижу две машинки от бурагу в дорогих коробочках и одна машинка от моиста давайте сперва вытащим коробочку машинку от моиста и это у нас вот такой вот джип ранглер рубикон очень интересная модель такие модели продаются примерно за 40-50 евро или долларов можно и дайте за 30 18 масштаб рубикон так модель видать не новая уже я все-таки уже вытаскивали тут я вижу не все в порядке здесь есть эффекты здесь как бы выпрыгнул пластик сейчас мы его вставили есть запыленность но видать моделька была хранилась уже не упаковки стояла где-то на полочке по деталям все вроде бы на месте это радует давайте перезаглянем что здесь под капотом очень интересно сделаны двигатель сделан двигатель всякими трубочками ну это необычная детализация для моиста неплохо ремешок здесь не совсем в порядке этот я не могу вставить хочется его вставить чтобы был закрыт ну пускай будет так пока что вот в общем вот такая модель интересная заглянем в салон салон такой приличная очень интересная машинка модель я бы сказал у нас рабочая подвеска это хорошо так вот так выглядит салон изнутри поворот передается на руль модель немного пыльная такая надо будет протереть так здесь открывается багажник стекло у меня стекло скорее всего не откидывается вот такая вот интересная машинка вот так вставляется в общем дверь как модель ничего неплохо нормально хорошенькая машина мне нравится моистовские качества я бы не сказал что совсем плохое ну да конечно недорогое но вот такая вот красавица ну что возьмем другую модель о этих моделях я уже говорил то есть о них я не говорил я говорил что есть модели от бурагу очень дорогие и они в этих красных коробочках это такие какие-то лимитированные модели в красных коробочках в общем эта модель с каким-то пожеланием и здесь написано дорогой господин поздравляем вас с чем-то тут они его поздравляют в общем почти 30 лет этой машине и здесь еще имя какого-то там человека надо будет посмотреть если это конечно еще расписался какой-нибудь здесь знаменитый человек или гонщик то это очень может быть дорогая вещь да может быть дорогая модель вот ну тут я вижу тоже не совсем все чисто но коробочки в более-менее таком хорошем состоянии если не очень затрёпаны и в этих коробочках модели продаются за высокие цены и их покупают за высокие цены вот здесь у нас тесто роса на вот такой вот деревянной подставке да здесь у нас краска то есть покрытие лака отошло наклейка выполнена из жести вроде бы из жести толстая наклеечка может быть это из латуневой жести надо будет проверить посмотреть в общем вот такая вот интересная модель да модель очень очень пыльная внутри все ли у нее на месте да у нее здесь вроде все на месте надо ее будет почистить ну вот турагу модели конечно я думаю можно просто взять сполоснуть водой и высушить и все нормально нечего бояться здесь лаки хромированный ручник что-то я не припоминаю их раньше надо будет сравнить с другими моделями достарался от бурагу у меня они тоже есть и ну все-таки давайте открутим модель и посмотрим есть ли у нее номер снизу или нет вот мы открутили эту модель и смотрим 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 здесь номерок есть ли у меня номерок нет номера я не вижу может они где-то запрятаны то есть модель в такой упаковке мне попадается в первый раз и возможно этот номер где-то стоит что его не видно ну в общем я его не найду ладно ну что давайте откроем третью модель в красной коробке и посмотрим что здесь пришло в плохом состоянии это у нас ferrari gto 2004 года пропускались настоящие такие автомобили и здесь уже более-менее подставка в состоянии получше конечно такая модель у меня есть тоже несколько раз в обычных коробочках что у нас по коробочке коробочка выглядит вот так ну да модель тоже очень такая пыльная внутри надо ее сполоснуть будет под водой сильно заморачиваться не буду с ней ну вот такие вот дела давайте открутим ее тоже от подставки вот в общем так выглядит вот эта модель без подставки и я всегда думал что у этих моделей должен быть номер вот здесь по идее печатается номер самых начинающихся моделек модели от burago и то есть на таких островках и как я понял что у них нет номера в этих красных коробочках лимитированных вот ну в общем вот такой вот небольшой обзорчик а вот этой посылочки если кто-то знает больше про эти модели можете написать какой-нибудь комментарий это всегда полезно вот и почему они такие дорогие в этих красных коробочках можете тоже написать комментарий вот такие вот машины пришли в этот раз ну что вам друзья спасибо за просмотр до следующего видео спасибо за просмотр спасибо за просмотр и